Под колеса машин попадают не только взрослые, но и дети. Так, в Иркутске на улице Партизанской маршрутка сбила первоклассницу. Еще одна семилетняя девочка пострадала на Галаустинском тракте. Оба ребенка были госпитализированы. Уже известно, что обе аварии произошли на пешеходных переходах. ДТП именно на пешеходных переходах все чаще становится причиной трагедии в Иркутской области. При этом в регионе регулярно появляются новости об установке камер наблюдения или об устройстве новых зебр на дорогах. Из-за чего аварий меньше не становится и как можно решить эту проблему, выяснял Данил Седов. Для пешеходов бело-желтые полосы на дорогах гарант безопасности, а для водителей это разметка, требованием которой нужно следовать обязательно. Но так считают не все. Так называемые зебры в Иркутской области уже давно стали местом, где регулярно происходят ДТП. С начала года в Прибайкалье произошло 435 аварий с участием пешеходов. Четверть из них случилось именно там, где есть знак с человечком, перебегающим дорогу. За 9 месяцев текущего года на территории региона на пешеходных переходах произошло 146 дорожно-транспортных происшествий, в которых 13 человек погибли и более 140 получили травму различной степени тяжести. В большинстве дорожно-транспортных происшествий пешеходам водители не предоставили преимущества при переходе проезжей части. И это происходит регулярно. Водители просто уверены в том, что пешеход им должен уступать дорогу, а не наоборот. Дошло уже до того, что автовладельцы действуют с позиции силы даже на глазах у сотрудников госавтоинспекции. Правда, при разговоре с людьми в погонах в качестве аргументов нарушители выбирают оправдание. Я не увидела пешеходов, которые вышли, только-только вышли, только шагнули на пешеходный переход. Я их не увидела и не остановилась. Хорошо, что на этот раз обошлось без последствий. В том числе из-за таких проступков Иркутская область стабильно входит в десятку регионов с наибольшим количеством аварий, в которых страдают именно пешеходы. Одна из причин таится в техническом оснащении переходов. Например, далеко не на всех зебрах установлены камеры фиксации нарушений. Камеры – это желаемое требование, которое устанавливается на пешеходных переходах, соответственно, с высокой смертностью для того, чтобы снизить. И вот у нас в этом направлении тоже мы не дорабатываем, к сожалению. Но это мы сейчас говорим про Иркутск. В области ситуация еще гораздо печальнее. В районах Иркутской области не всегда хватает финансирования, чтобы обустроить пешеходный переход хотя бы по минимальным требованиям. Еще одна проблема – это поведение не только водителей, но и самих пешеходов. Многие считают, что при переходе дороги по зебре по сторонам можно не смотреть, а ведь по правилам человек обязан убедиться в безопасности маневра. Нужно каким-то образом информировать водителей, информировать пешеходов, делать социальную рекламу, которой сейчас совершенно нет. Нужно каким-то образом пытаться донести информацию до жителей, вообще до всех граждан о том, каким образом вести себя на дороге и насколько это может быть опасно. Создавать какие-то определенные ролики – это меняет сознание однозначно, и над этим нужно работать. Из всего этого можно сделать вывод, что высокая смертность пешеходов в Иркутской области – это комплексная проблема, и решить ее одномоментно нереально. Даже при том факте, что в регионе действует программа, согласно которой количество трагических ДТП с участием пешеходов необходимо свести к нулю к 2030 году. Данил Седов, Владимир Пинаев. Новости по будням.